Ребята, снова всем привет! В этом видео мы покажем вам, как отварить вот такие вот макароны-спиральки в мультиварке фирмы МАКФА. Расчет какой? На 100 грамм макарон наливаем 1 литр воды. У нас тут 200 грамм, нальем мультиварку 2 литра. Налили 2 литра холодной воды, устанавливаем чашу в мультиварку, закрываем крышку мультиварки, отключаем, выставляем режим на пару. Вот оно, по умолчанию 25 минут, но это вам времени много. Нажимаем кнопку таймера и кнопку минус. Уменьшаем время до 5 минут. Все, оставляем 5 минут, нажимаем кнопку старт. И ждем, когда вода в мультиварке закипит. Таймер начнет свой счет после того, когда закипит вода. И вот когда она закипит, тогда уже кладем макароны. Вот смотрите, уже 4 минутки, открываем мультиварку, солим воду, соль добавляем на глаз. Мы добавили столовую ложку соли на 200 грамм макарон, засыпаем их, еще разок перемешаем, закрываем мультиварку и доготавливаем оставшееся время. Вот они как раз 3 минутки, как по инструкции. Прошло время, открываем, достаем аккуратно чашу, сливаем воду, устанавливаем андрюшляк и процеживаем макароны. Эти макароны мы не промываем. Добавим кусочек сливочного масла, перемешаем. Ребята, желаем всем приятного аппетита, подписывайтесь на наш YouTube канал. Надеюсь, вы научились варить макароны в спиральке в мультиварке. А также не забывайте посмотреть, как делать вот такие вкусные домашние котлеты. Сейчас, в конце видео, вы увидите прямоугольничек с рецептом этих вкусных котлет. Все, всем пока. Ребята, ну смотрите, почему вы ставили 5 минут. В инструкции указано 3 минуты, даже в микроволновке эти макароны можно приготовить. Ну 5 минут делаем запасом. Для чего? Ну смотрите, пока вода закипит, дальше, когда она закипит, посолим водичку, дальше добавим макароны. Ну, запас делаем примерно 1 минуту, но пусть будет даже 4, ничего страшного. Думаю, с ними ничего не произойдет, с этими макаронами. Вот, значит, еще раз вам повторюсь, по поводу режима готовки на пару. Если вы не знаете, как готовить на пару, то у нас есть отдельное видео. Если я не забуду, сюда сейчас ставлю рекомендацию. Мы отсняли отдельное видео, чтобы показать вам, как пользоваться этим режимом. Это раз. Второе. Я здесь, в этом видео, раскрою немножко эту тему. Значит, смотрите, таймер только включается тогда, когда вода в чаше полностью нагревается. То есть, она доводится до специальной температуры, которая установлена в мультиварке, допустим, там 100 градусов, да, температура воды должна быть. И после этот таймер начинает свой обратный отсчет. До того, как вода еще не нагрелась, таймер будет стоять на месте. Сколько происходит нагрев воды, все зависит от объема, сколько вы туда налили в чашу. Вот. Это вот такая вот рекомендация. Дальше. Смотря еще, что варите. Допустим, если вы собираетесь приготовить картошку на пару, либо какие-то овощи на пару, то вы можете сразу в мультиварку, в чашу налить горячую воду, либо кипяток. И после уже мультиварка замеряет автоматически температуру и поймет ей, сколько нужно нагреть эту воду. Там буквально несколько минут подождать, вода нагревается до нужной температуры, в которой в программе задано в мультиварке. И таймер быстрее начинает свой отсчет. То есть, вот такой вот лайфхак. Вы можете сразу кипяток наливать. Но для готовки макарон зачем это делать? Правильно? Пусть вода сама по себе нагревается. Хотя можно, да, налить кипяток. В принципе, вы что, когда макароны варите, вы их в кипяток кидаете. Ничего с ними не происходит. Поэтому в мультиварку тоже можно налить кипяток в чашу и быстрее таймер активируется. Но мы никуда не спешим, поэтому мы наливаем холодную воду. И таким образом, когда водичка закипит в мультиварке, кладем туда макароны, посолим и будем варить за данное время. 5 минут, даже 4 минуты. Пока туда-сюда, вот на вот эти все операции засыпать, посолить и так далее. Вот, значит, что касается рецептов по мультиварке вот этой модели. У нас Redmond мультиварка, модель RMC-M38. Значит, у нас есть отдельный плейлист, который называется «Рецепты для мультиварки». Вы в этом плейлисте можете найти очень много видеороликов, которые мы отсняли для вас. И показываем вам, как мы готовим при помощи мультиварки. Если у вас нет еще мультиварки, то, ребята, призадумайтесь, стоит ли покупать ее или не стоит. Вот смотрите, перед покупкой мы тоже думали. Для чего мы покупаем ее? Во-первых, мы покупали ее для того, чтобы снимать для вас видеоролики. Это была первая цель. Перед покупкой, соответственно, мы посмотрели в интернет-магазине цены, посравнивали цены. Где-то были мультиварки дороже, порядка на тысячу рублей, на 500-1000 рублей. Где-то такие же модели были дешевле. Но именно Redmond мы не определялись именно по модели, по фирме. Пришли, значит, посмотрели, какие мультиварки есть еще в продаже. Это, допустим, мультиварка стоит 5400, стоила год назад, даже больше года. Были мультиварки и по 2000 рублей, и по 2500. Но мы не стали брать какие-то неизвестные фирмы. Мы решили взять фирму, которая известна. Это не реклама, это просто мои рекомендации. Ребят, покупайте лучше те фирмы, которые известны. Да, они стоят дороже, но есть такая поговорка. Скупой платит дважды. Неизвестно, сколько ваша мультиварка отработает неизвестной фирмы. Но, допустим, вот эта работает больше года, пока претензий нет к этой фирме вообще. То есть, она ни разу сбой не давала. Возможно, когда-то и даст. Ну, посмотрим. Мы сразу же вам снимем об этом видеоролик. Если мультиварка даст сбой, будет какая-то ошибка, допустим, выскакивать и так далее. На данный момент ничего такого не происходит. Вот. Ну, еще раз давайте вернемся чуть назад. Значит, купили мы мультиварку с целью, чтобы снимать для вас видеоролики. Вот. Купили ее и забросили на месяц. Она стояла новой в упаковке месяц. Мы только сняли распаковку и оставили ее. Больше ничего не делали. Потом начали уже, как бы, думать. Давай что-то будем снимать. И, ребят, поперва у меня было негативное мнение о мультиварке. Думаю, зачем мы ее купили? Что в ней готовить, если есть для этого кастрюли, сковородки и так далее. Короче, первое блюдо это у нас было плов. Вот он, режим есть специальный. Вот он. Значит, посмотрели мы инструкцию по плову. Посмотрели мы инструкцию по плову на официальном сайте, как он делается. Значит, добавили все нужные ингредиенты. Я просто был удивлен, что в чашу просто все накидали. Рис, там ингредиенты все, морковку, мясо и так далее. И выставили режим плов на один час. Закрыли крышку и час подождали. После часа открываю крышку мультиварки. Я просто обалдел. Плов был готов. Осталось только перемешать и съесть его. Получился настолько вкусный. И самое главное, получилось настолько все удобно, что не нужно было готовить плов в казанке. Все обжаривать и так далее. То есть, вот допустим, такой вариант. Плов меня очень сильно устраивает. Не нужно заморачиваться. Закинул все, закрыл, нажал кнопку и через час достал готовое блюдо. Поэтому, ребят, после плова я начал мультиварку любить. До сих пор ее люблю. Реально, это очень крутая штука на кухне. Мне очень еще нравится рыба на пару. Готовка рыбы на пару сохраняет ее все вкусовые качества. То есть, получается она просто, ребята, идеальная. Ну и вообще на пару это полезная еда. В общем, такой вот вывод сейчас доварится. Значит, сейчас таймер этот начнет обратный отсчет, когда водичка закипит. И после уже будем отваривать макароны. А на этом все, ребят. Надеюсь, вы все поняли. Еще раз повторюсь. Вот она, Макфа. Три минуты и готово. Спиральки. Вот поэтому пробуем готовить. Все будет окей. Все, всем спасибо. Оформляем подписочку. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok